Деснагорочки Плюс Сотрудники Смоленского УФСИН отметили свой профессиональный праздник. Первенство Смоленской АЭС по легкоатлетическому кроссу – часовой забег. Проводы зимы – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, когда люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния и едят блины. Из-за все еще действующих особых эпидемиологических мер, праздничная программа в области была ограничена. Тем не менее, 14 марта в Смоленске в масленичные гуляния прошли на семи городских площадках. Одной из них стала импровизированная сцена у Дома культуры «Сортировка». В народном гулянии «Масленица хороша, широкая ее душа» были показаны театрализованные номера с участием шутов и ростовых кукол, а музыкальная составляющая была от творческих коллективов. Приглашенными гостями стал ансамбль из Десногорска «Десногорочки Плюс», который исполнил несколько своих композиций. Хочется уже веселья, душевной теплоты какой-то весенней хочется. Ну и вот мы не вожелели, что приехали на этот праздник. Мы очень рады, что этот коллектив к нам приехал и будем ждать их еще и еще. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Поддержать праздничное настроение в дождливую погоду удавалось и угощением. Всех гостей праздника ждали блины с горячим чаем. А в конце мероприятия – традиционное сжигание чучела-масленицы. 12 марта сотрудники службы исполнения наказаний отмечают профессиональный праздник. В этом году пенитенциарному ведомству исполняется 142 года со дня образования. В 1879 году император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положив начало единой системе исполнения наказаний в России. В Смоленске события отметили торжественным мероприятием в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области. В рядах уголовно-воспределительной системы Смоленщины строится более 2000 человек. Труд этот непростой. Качественное его выполнение во многом зависит от компетентности и профессиональной грамотности сотрудников, их умения действовать в экстремальных условиях. Свидетельством высокой оценки деятельности ведомства стало награждение наиболее отличившихся сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами. Ряд работников получили очередные специальные звания и ведомственные награды. Отмечена деятельность и представителей региональных СМИ. Так, диплом за лучшее освещение работы Смоленского УФСИН на региональном телевидении получил Олег Соловьев, главный редактор телеканала Десна ТВ. В общем, вдохновляет то, что моя работа была оценена. Будем стараться поддерживать на должном уровне наши материалы и надеемся на дальнейшую совместную работу. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 99 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 78 административных правонарушений, в том числе 67 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 6 человек. 13 марта на тропе здоровья был дан старт открытого первенства Смоленской АЭС по легкоатлетическому кроссу. На дистанцию часового забега вышли 38 человек. Им предстояло преодолеть максимально возможное расстояние за 60 минут. Подобные соревнования в Десногорске проводились впервые, и для многих участников это был первый подобный опыт. Потому что в традиционных соревнованиях спортсмены проходят дистанцию на время, а в часовом забеге все наоборот. Абсолютным победителем среди мужчин стал Михаил Витохин из Ельни. За 60 минут он преодолел 16 километров 329 метров. А среди женщин – лучшая Ольга Пронченкова из Росковля с результатом 13 километров 323 метра. Всем было понятно, какая сегодня будет трасса, но очень тяжело. Не всегда складывается все благополучно, как хотелось бы. Одним словом, сегодня помучилась я. Последний раз я бегал в январе, в конце. И учитывая февраль и середина марта не бегал. Но сегодня прям отвел душу, и ощущения прям окрыляющие, скажем так. Все участники, помимо призов и медалей, получили незабываемые эмоции и отличное настроение. В конце выпуска о погоде. 16 марта в Десногорске возможен снег с дождем. Днем температура составит плюс 3, ночью – до минус 1. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго!